Всем привет! С вами Вова Логов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы опять вспомним о скрейпинге. Мы уже рассказывали, что это такое, а сегодня рассмотрим новый удобный инструмент для скрейпинга под названием Portia от ScrapingHub.com. Начинаем стандартно с регистрации, подтверждаем адрес, заходим в аккаунт. Короткое приветствие от Бена, тут вы можете пригласить к совместной работе кого-то из коллег, и мы готовы к работе. Take me home, что в переводе означает заберите меня отсюда. И вот мы на главной странице аккаунта, нажимаем создать проект. Тут вообще много всего, но на все у нас не хватит времени, поэтому просто вкратце о том, как скрейпить. Итак, новый проект. Называем его Теплица. Будем использовать Portia. Это, кстати, такая разновидность пауков. И что бы вы хотели поскрейпить? Однажды давно мне нужно было сделать базу данных благотворительных фондов с контактами. Тогда я делал это все ручками, долго. Сейчас мы пойдем на сайт, например, добро.mail.ru и заберем оттуда базу контактов быстро. Вот все фонды, с которыми сотрудничает добро.mail.ru. Контактов нет, они внутри, ну то есть нужно переходить на страницу каждого фонда. Мы это делать не будем, за нас это сделает паук, но сначала его нужно научить. Итак, копируем адрес и говорим, что скрейпить будем это. Причем не главную страницу, а страницу партнеров. То есть начинать будем с нее. Интер и... и чего-то подвисает. Обновим. Вот. Красота. Нажимаем New Spider, новый паук. Он автоматически назначает эту страницу стартовой, но информацию мы будем брать не отсюда, а со страницы каждого фонда. Нажимаем New Sample, новый пример. Эту страницу он помечает как страницу-образец и начинаем собирать информацию. Нам нужно название. Выделяем название, нажимаем левую кнопку мыши. Появляется поле 1, которое содержит текст. Переименуем в название. Интер. И у нас появилось название. Давайте возьмем еще город, телефон и адрес сайта. Итак, все хорошо, только он не понял, как выдавать адрес сайта и город тоже не понял. Просто на странице город является ссылкой, он решил трактовать его как ссылку. Будем исправлять. Сначала сайт. Он выдает его как URL, но то ли он не понимает РФ, то ли его как-то разработчики неверно оформили. Выдадим просто как текст. Тут вообще форматов выдачи много. Картинки, цифры, даты и так далее. Выберем текст. Ага, текст он понял. Теперь город. Тоже выберем текст. А вот тут он не понял. Плохо. Но неважно. Вот тут он показывает все поля, которые может выдать. Ну потому что город это и ссылка на город, и сам город, в данном случае Кемерово. Если нажать на этот маленький плюсик, он добавит поле с исковым значением. Назовем его город, а неправильный город удалим. Все, выдача нас устраивает, можно закрывать сэмпл. Впоследствии его можно будет вновь открыть для редактирования. Теперь нужно опубликовать проект. Это здесь. Все, суки с фули и отправляемся в дашбот, чтобы запустить паука. Run. Выбираем нашего спайдера, пока он тут один. Впоследствии их здесь может быть много. Ну сколько создадите? И run. Побежали. Процесс пошел. Ну точнее паук пополз. У нас он что-то находит, но медленно. 13 результатов. Ну ладно, хватит, остановим. Он, кстати, не сразу останавливается, ну или не сразу собирает щупальцы. Видите, еще 6 объектов нашел после остановки. Итак, что он у нас нашел? Вот выдача. Город, название, телефон, сайт. Это все теперь можно сохранить. CSV, Excel, ну давайте CSV. Все, файл скачан, база готова. Можно запускать нового паука. Сделаем что-нибудь посложнее. Сейчас расширим, чтобы видеть адресную строку. Итак, давайте выберем с сайта Теплицы все статьи одного автора. Меня. Вот все мои статьи. Но они разбиты на странице. Если запустить паука, то он постепенно уйдет с исходной страницы, потому что вот тут есть ссылки на другие статьи. В общем, уйдет. Если запустить его только на эту страницу, он только ее и проскрепит. И не перейдет дальше. Вот сюда. Что делать? Сейчас. Итак, будем скрепить вот это. Создаем нового спайдера и запрещаем ему лазить по ссылкам. Создаем new sample и выделяем статью. Можно всю, с именем, датой и так далее. Тут такая фича. Если выбрать такое же поле, ну то есть идентичное, порча поймет, что мы хотим выбрать все идентичные поля на этой странице. И он их, собственно, все и выбрал. Но на одной странице. Все. Close sample и идем в Start Page. Сейчас у нас фиксированный URL. Выберем Generation. Генерируемый. В ссылке у нас есть постоянная часть и изменяемая. Постоянную оставим и добавим изменяемую. Range. Диапазон. От одного до трех. Видите, он сразу сгенерировал три страницы. Почему до трех? Потому что вот тут у нас всего три страницы. Так, отлично. Старую, стартовую удаляем. И у нас остается предписание пройти только по этим трем страницам. Понятно, что их могло бы быть гораздо больше. Все. Публикуем. Запускаем. Он нашел 45 статей. Все за моим авторством, что нам, собственно, и требовалось. Удобное рабочее приложение, не требующее сверхусилий в освоении функционала. Пока портят шустрит для вас в интернете, вы можете копить силу для чего-то глобального, к чему действительно нужно прикладывать сверхусилия. Все. Любите друг друга. Создавайте базы и массивы двумя кликами мыши. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео. И пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.